Эмоциональная отдушина. Я работаю на двух работах, у меня тяжелая ситуация в семье, но когда я знаю, что впереди будет волонтерство, то быстрее делаются все дела, меня поддерживает семья. И ты понимаешь, что ты опять получишь новый опыт, встречаешься со старыми друзьями, встречаешь здесь друзей по сочинским, как раз по олимпийским играм, по чемпионатам, по всем. То есть это вот такой заряд энергии. И я считаю, что женщине очень важно иметь какое-то место, где, с одной стороны, отдушина, ну, чтобы, ну, как сказать, отдыхать от домашних забот, хлопот, не думать, что там сегодня приготовить на ужин, а с другой стороны, чтобы ты потом зарядился энергией, а потом как аккумулятор будешь ее потихонечку отдавать. Нужно уметь сочетать это и заботу о семье, и работу добросовестную, конечно, и возможность попутешествовать, тем более, что волонтерство – это классно, когда тебе предоставляют крышу над головой. Если ты не ленишься, то и каждый день вырываешься на пять минут посмотреть на море. Нам-то людям из Сибири море в диковинку. И вот это вот состояние, самое сложное во всех упражнениях, извините, это оторвать себя от дивана. Мое желание помогать, оно воспитано во мне семью и моими родителями, что если видишь кого-то, кому плохо, трудно, подойди, спроси, предложи свою помощь. И вот это вот вылилось сначала просто помогать всем, кто есть рядом, потом вот такое вот волонтерство. И еще личный сугубо мотив – я делаю своим внукам крутую бабушку. Когда они у меня будут. Скажите, а чем вам помогает вот культурный обмен, общение с иностранцами? Что дает вам для развития, для какого-то духовного роста? Ты понимаешь, насколько они ценят и любят Россию, насколько они, правда, вот дорожат своим приездом сюда в Россию. И ты понимаешь, что ты лицо России. Ну вот какое есть там уже с морщинками, но улыбка и доброта, которую мы… Не только я, все волонтеры транслируют, все иностранцы отмечают одно и то же, что здесь вот от каждого волонтера они видят только поддержку, только помощь, только доброту и улыбки. Этим вот как раз ценно вот это состояние здесь. То есть мы тут большой такой генератор по производству доброты и радости. Завязываются контакты между людьми, и я думаю, что вот это вот количество контактов перерастет в качество отношений. Когда для меня теперь, не знаю, там, господи, девочки у меня были из, сейчас вспомню, из Колумбии. Ну что такое Колумбия, крошечка на карте. Но теперь я знаю, что там живут три милые девочки, Хулиана, Алехандро и Лаура, которые теперь мои уже подруги. Ну как я теперь буду относиться к Колумбии? Я буду, о, Колумбия, там у меня знакомые. Или, о, Мексика, у меня там знакомые. То есть, если честь, то я в моем кокошнике разослась, наверное, по тысячам инстаграммов мира. Мое лицо будет светиться во всем мире, потому что я была в кокошнике, яркий такой, принимающий человек. Будет наверняка больше дружбы в этом мире однозначно. Если уж не между странами у политиков свои взгляды, то между людьми точно. А что посоветовать у другим женщинам? Что им делать, чтобы быть счастливыми, позитивными? Ну, наверное, счастье каждый понимает по-своему, классическая фраза. Самое главное – стараться жить здесь и сейчас, жить сегодня. Не откладывать на завтра хорошую косметику и красивое платье. Надеть их и блистать там, где ты можешь блистать. Учиться чему-то новому. Говорят, старость начинается тогда, когда тебе лень учиться чему-то новому. Найти какое-то рукоделие, хобби, ну, комнатные цветы выращивать. Даже вот тут расцвела архидеечка и праздник. И тебе не надо ждать 8 марта, она расцветет, когда ей вздумается. То есть не надо ждать, пока тебя кто-то осчастливит. Делай себя счастливой сама. Найди, что для тебя счастье. Цветы, вышивка, не знаю, там, общение с подругами. И позволь себе быть счастливой. Трать силы, время и даже деньги на себя. И тогда у тебя будут ресурсы, чтобы отдавать их другим. Мы женщины отдающие в основном. Но чтобы было что отдавать, его же надо иметь. А чтобы иметь, надо вот заботиться сначала о себе.